Разрозненно, но это, поверьте, не проблема. Мы будем пользоваться возможностью Зума, разводить вас по сессионным залам, и в течение минуты вы будете объединены в отдельные комнаты, где будете присутствовать только вы и получать возможность для обсуждения вопроса. Из сессионного зала вы будете выводиться либо автоматически, либо у вас будет досрочный ответ. Вы самостоятельно можете выходить из этого зала и писать ваши ответы. Значит, смотрите, давайте проверяем, потому что я уже поняла, что навыки у всех абсолютно разные. В Зуме у нас есть несколько полезных кнопок, которыми вы должны уметь пользоваться. Это включить-выключить звук. Соответственно, у нас правило одного микрофона, то есть пока вам не предоставлено слово, у нас у всех выключены микрофоны, поэтому можно сейчас их повыключать. У всех красные значки, перечеркнутые. Камера у нас на протяжении всей игры у всех абсолютно включена. Мы понимаем, что технически у некоторых студентов такой возможности нет, поэтому я думаю, что это не проблематично, все допустимо. Вот мы надеемся на честную игру, что скрытая камера, выключенная камера – это не повод, что вокруг вас сидят там 10 подсказчиков, да, и вы забрали еще там 10 друзей на каждого. Вот, но это шутка на самом деле, то есть мы за честную игру. Значит, следующий момент, который вам необходим, это вкладка «Участники», где вы можете посмотреть, сколько сегодня участников присоединилось к нашему мероприятию. Это периодически, да, будет присоединяться, что-то будет выбивать, все, техника, мы это понимаем. Далее у нас есть кнопка «Чат», вот здесь в чате команда будет записывать свои ответы. Еще раз обращаюсь теперь к каждой команде. Выберите человека одного, который будет вносить в чат ваши ответы, потому что мы будем принимать первый ответ, поступивший от команды. То есть если вы вдруг решите, что нет, я не согласен с общим мнением команды и напишу-ка я свой ответ, но вот здесь по чату мы будем смотреть, кто первый написал, вот и будем принимать именно этот ответ. Сразу договорились, что называется «На берегу». Ну и, в принципе, все остальные кнопки, которые у вас могут быть на экране, они нас уже не беспокоят. Значит, когда мы будем вас по сессионным залам разводить, вам будет приходить сообщение, вас приглашают в сессионный зал, вы нажимаете просто на кнопочку у себя на экране, соглашаетесь, и вы автоматически попадаете в сессионный зал. Если вы хотите выйти, то аналогичная кнопка у вас будет вернуться в общий зал, и вы выходите. Вот, но технически я думаю, что мы попробуем с вами. Значит, давайте вот такая вот перекличка, попробуем, как умеете работать каждый из вас с кнопкой чат, поэтому первый вопрос вне конкурса и до официального открытия, я даю самый простой вопрос, который может быть. Пожалуйста, напишите мне, пожалуйста, в чат 2 умножить на 4, сколько будет? Ну, сейчас мы попробуем. Здесь могут все пописать для того, чтобы мы понимали, что каждый вообще понимает, как работает кнопка, потому что условия у всех разные. Ну вот, ответы полетели, замечательно. Друзья, но учитывайте, что какие-то будут у нас, в общем-то, вопросы на время, какие-то будут у нас вопросы с учетом, что нужно в минуту уложиться, поэтому внимательно вот это ослушайте. Слушайте, ответ 5 – это классный ответ, на самом деле креативно подошли, здорово. Вот, значит, следующий момент, смотрите. Мы сейчас попробуем еще с вами объединиться в комнаты, поэтому это сейчас не касается команды Аграрного университета, команда СКФУ, пожалуйста, команда МИРА и команда Ранхикса сейчас вас объединяют в комнаты. Давайте попробуем этот момент технически. Итак, Влад, объединяемся. Ты минуту выставил, да? Давай, закрывай. Это автоматически, да? Друзья, ну, принцип поняли, как переходить и как возвращаться, да? Ничего страшного, вы поздоровались друг с другом, то есть все нормально, все технически возможно, мы поработали. Ну что, если по технике именно нет никаких вопросов, я с вашего позволения передаю слово заведующей кафедрой финансового менеджмента и банковского дела, доктору экономических наук, профессору Склеровой Юлии Михайловне. Добрый день, уважаемые участники. Вот мы и дождались с вами зимней серии игр «Что, где, когда?» И мы рады приветствовать вас на площадке Ставропольского государственного аграрного университета. Надеюсь, сегодня игра пройдет у нас в хорошем режиме, но самое главное, что сегодня нас ожидает, это знания о финансовой грамотности, те знания, которые необходимы вам для вашей жизни. Сегодняшней в нашей игре у нас участники, которых я сейчас объявлю, но перед тем, как мы с вами будем начинать играть, хотелось бы мне сказать, что наша игра «Что, где, когда?» она у нас реализуется в рамках проекта по финансовой грамотности, который реализуется на территории Ставропольского края. И сегодня самым главным нашим гостям и наши жюри – это представители Министерства финансов Ставропольского края. И мне бы хотелось перед тем, как мы с вами будем уже начинать играть, дать слово Надежде Ивановне Герасименко. Это координатор программы нашего проекта «Продвижение финансовой грамотности на территории Ставропольского края». Вот, и Надежда Ивановна сегодня и Министерство финансов также будут выступать у нас с членами жюри нашей игры. Надежда Ивановна, пожалуйста, вам слово. Добрый день, дорогие участники. Я прошу прощения за возможные неполадки, потому что тоже человек в технике начинающий, поэтому если вдруг что-то пойдет не так, говорите мне сразу. Вот, но я очень рада приветствовать всех на нашей замечательной интеллектуальной игре «Что, где, когда» по финансовой грамотности. Я хотел бы поприветствовать всех от имени Министерства финансов и сообщить вам, что вы встречаетесь на поле, где играют эксперты по финансовой грамотности среди студентов неэкономических специальностей. Называю вас экспертами, потому что это такая непростая задача, во-первых, участвовать в интеллектуальной игре, а во-вторых, и победить в ней. Эта игра в крае у нас проводится уже не первый год. Три года подряд мы встречаемся на полях и на сессиях этой интеллектуальной игры на площадке Ставропольского государственного аграрного университета. И встречи уже организовывались среди смешанных команд. Играли у нас экономисты и неэкономисты, студенты вузов и студенты СПО. Были совершенно различные комбинации команд, потому что финансовая грамотность – это не про экономику, это про домашние и личные финансы. И часто человек, не имеющий отношения к экономике, может управляться с домашним бюджетом не хуже, чем финансовый директор какой-нибудь компании, которая управляется с бюджетом компании. Так вот, хотела бы поблагодарить вас за интерес к этому мероприятию и привлечь ваше внимание также к тому, что можно участвовать и в других краевых наших и федеральных финансовых конкурсах, чемпионатах, и информацию о них можно почерпнуть на сайтах fingram26.ru, вашей финансы.рф, ну и, конечно же, на сайтах ведущих наших площадок, вузов, края и города. Поэтому призываю вас, участвуйте, прокачивайте свои знания, свои навыки по финансовой грамотности и выигрывайте. А потенциал у вас есть, поскольку в крае мы уже говорим о финансовой грамотности пятый год. И вузы, которые вот здесь вы сами представляете, то есть команды, которые являются представителями вузов, так вот, ваши учебные заведения являются партнерами Министерства финансов Ставропольского края по реализации краевой программы по повышению финансовой грамотности населения. И, в общем-то, скорее всего, я могу предположить, что с финансовой грамотностью вы знакомы уже со школьной скамби. И там же вы получали знания и о домашнем бюджете, и о разумном привлечении кредитов, и о том, как узнавать финансовых мошенников, и о том, что такое инвестирование. Поэтому я абсолютно уверена, что вы уже обладаете серьезным пластом знаний, и я желаю вам победы сегодня в игре, а также финансовых побед как в жизни, так и в будущих каких-нибудь финансовых состязаниях. Вот я сейчас с пожеланием вам всем победы отключаюсь из этого окошка, но это не означает, что я отключаюсь вообще. Мы в Центре региональной финансовой грамотности сейчас включаем громкую трансляцию и будем следить за вашими состязаниями, за вашими победами, и абсолютно точно поздравим победителя в конце. Удачи вам и побед! Спасибо большое, Надежда Ивановна. Тогда давайте знакомиться с Министерством финансов, чтобы мы знали. Сегодня у нас членами жюри будет выступать также Васильева Галина Ивановна. Она у нас директор учебного центра Министерства финансов Ставропольского края. И также сегодня у нас участвуют следующие команды. Это Северокавказский федеральный университет. Приветствуем участников. Следующая команда. Можно у нас есть еще активности. Можно, соответственно, использовать разные реакции. Да, вот я тоже приветствую участников. Также команда Ставропольского государственного аграрного университета. Филиал Российского технологического университета. И у нас Российская академия народного хозяйства и государственная служба при президенте Российской Федерации. Северокавказский филиал. Также мне хотелось бы сказать, что сегодня у нас будут три модератора. Вот со мной вы уже знакомы. Также модератор у нас вы тоже знакомы. Это доцент кафедры финансового менеджмента и банковского дела, кандидат экономической наук Лапина Елена Николаевна. И наш ведущий модератор сегодняшней игры, тоже бессменный, три года он с нами на площадке, это Аватин Владимир. И мы, чтобы начать нашу игру, тоже мы вам всем желаем удачи, успеха. И самое главное, это ваши финансовые знания, знания до жизни. И мне хотелось бы начать старт нашей игры. И, Владимир, вперед! Всем добрый день, уважаемые участники. Уже традиционным стало мероприятие. Мы уже третий год встречаемся на полях Аграрного университета. И поэтому сегодня мы с вами все схлестнемся в этом интеллектуальном бою и узнаем, кто же из неэкономических специальностей является самым подкованным здесь. Уважаемые друзья, сейчас еще раз аккумулируя все то, что было сказано ранее, хочу сказать, что самое главное, в чате будет учитываться только первый ответ от команды. Огромная просьба обдумывать, взвешивать все принятые вами ответы. И один человек, ответственный от команды, в чат аккумулирует уже последний ответ, который и будет засчитан. Сейчас мы с вами сыграем в три раунда. И раунд «Что, где, когда» будет в третьем. В третьем раунде сыграет за игровым столом только одна команда, которая получит преимущество и право отвечать первыми. Это команда, которая по итогам предыдущих двух туров наберет максимальное количество баллов. Итак, мы переходим с вами к первому туру. В первом туре у вас будет 10 вопросов. На обдумывание каждого вопроса ровно одна минута. Здесь мы играем не на скорость, здесь мы играем на время. То есть в течение одной минуты каждый из вас пишет ответ. Мы фиксируем, кто ответил правильно, кто нет. Здесь все ответы принимаются. Не будет у нас того, кто ответил первым или вторым. Мы принимаем все результаты. Итак, переходим. В первом раунде вам нужно будет отгадать либо пословицу «устойчивое словосочетание выражения на тему финансов», либо финансовый термин, зашифрованный в ребус. Итак, внимание, перед вами сейчас в трех картинках зашифрована пословица о финансах. Друзья, время одна минута. Я засек, время пошло в чат. Фиксируем правильные ответы команды. Фиксируем правильные ответы на тему финансового термин, зашифрованного термин, зашифрованного термин. Фиксируем правильные ответы на тему финансового термин, зашифрованного термин. А, все уже? Фиксируем правильные ответы на тему финансового термин. Фиксируем правильные ответы на тему финансового термин, зашифрованного термин. Причем Ранхикс, друзья, мы говорили о том, что только один ответ принимаем. СКФУ написали и ответ МИРА. Буквально давайте первый вопрос. Мы понимали, чтобы ответили, либо не ответили. Все четыре команды дают ответы. Друзья, первый у нас, можно сказать, на раскачку вариант. Поэтому технически все попробовали, все пообсуждали. Все получается. Принимаются все ответы. Имеется в виду от команды один. Мы изначально говорили об этом. Ребят, договоритесь, кто от команды пишет один. Имеется в виду все команды от четырех команд. Вот это имели в виду. Все? Разобрались? Надеюсь. Итак, мы видим ответы. И, Владимир, я передаю слово судить вам. Гребет деньги лопаты, друзья. Я поздравляю всех тех, кто ответил правильно и, наверное, понял суть нашей игры. Мы задаем вопрос. У вас ровно одна минута. В комнатах вы объединяетесь. Но если вдруг кто-то из вашей команды стопроцентно уверен, что именно он знает правильный ответ, вы пишите. Но знайте, что вы берете ответственность на себя. И ваш ответ засчитывается, поскольку первый ответ от команды идет в общий зачет. Идем дальше. Перед вами сейчас в формате ребуса зашифрован финансовый термин. Вы либо в формате ребуса, либо согласно гражданскоправовому действию, дающее право кредитору по обеспеченному залогам обязательству, в случае неисполнения должником этого обязательства, получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества, преимущественно перед другими кредиторами. Либо согласно расшифровке термина, либо согласно ребусу вы в течение минуты даете чат правильный ответ. Время пошло. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Уважаемые участники, минута обсуждения подходит к концу. Прошу ответить. Команды, которые не ответили в чат, мы будем переходить к следующему вопросу. Продолжение следует... 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 Ответ был другой. Все, уважаемые участники, минута на обсуждение закончилась. Мы принимаем только в течение минуты. И правильный ответ – маклер, он же биржевой маклер. Здесь и тот, и тот вариант был бы засчитан. Мы переходим к четвертому вопросу. Пословица. Точно так же, пословица зашифрована на тему финансов. Время пошло. Субтитры создавал DimaTorzok Ну что ж, уважаемые участники, минута прошла. И мы принимаем ответы команд, которые ответили правильно. И деньги любят счет. Кстати, очень хорошая книжка. Если кто хочет заняться, зарабатывать, тратить, откладывать, инвестировать, обязательно прошу прочесть эту книгу. Мы походим к середине нашего первого раунда. И точно так же в формате ребуса или в формате расшифровки термина у вас есть ровно одна минута. Время пошло. Спасибо. 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 Вопрос от жюри, мне подсказывает модератор, вы могли не запомнить. Что является базовым активом производного финансового инструмента? Спасибо. 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 Первый ответ мы получили. Большое спасибо первой команде. Вопрос был, с одной стороны, легкий, с другой стороны, сложный. Мы говорим о том, что базисными активами могут выступать товары. Допустим, товарный фьючерс. Это будет базовый актив. Индекс. Индексный фьючерс. Может выступать, соответственно, кредитный риск. Это будет инструмент, кредитный дериватив. Акции и так далее. Большое спасибо командам за ответы. И я передаю слово нашему модератору. Спасибо. 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 Вы зарабатываете 1 балл в этом вопросе. Я думаю, всем сейчас понятно. Следующая картинка аналогичным образом выводится на слайд. Кто отвечает в чат первым, тот и зарабатывает 1 балл. В предыдущем вопросе была деноминация. Каждый из вас ответил правильно, но вам не хватило немного времени. Здесь только скорость. Перед вами пословица. Все ее знают, все ее применяют у себя в разговорах. Я думаю, не составит труда вам ответить. Самое главное – понимать, что изображено на второй картинке. Есть, да, у нас уже команды, которые ответили? Подсказывайте, кто мне. Правильным ответом было уговор или договор дороже денег. Здесь уже разницы нет. И команда, которая ответила первым правильно – это Северокавказский федеральный университет. 1 балл в вашу копилку. И мы переходим к седьмому вопросу. Аналогично действуем. Скорость и только скорость. Представляет собой специальную форму финансовых вложений на приобретение оборудования, товаров, длительного пользования или недвижимого имущества. Здесь термин зашифрован всего лишь в двух картинках. Все достаточно просто. Есть, да, у нас правильный ответ, я вижу. Тоже, да, Северокавказский федеральный университет зарабатывает еще один балл. Конечно же, это лизинг. И мы переходим уже к восьмому вопросу нашего первого тура. Это отрицательный баланс на текущем счете клиента, приобретающий иногда статус кредита, то есть форма краткосрочного кредита, представление которого осуществляется с писанием средств по счету клиента банком, сверх остатка средств на счете, в результате чего образуется именно он. Термин, который сейчас зашифрован в ребусе и который у вас перед глазами. Так, вижу уже в чате два ответа, но они неверные. Ваши ответы команд уже не принимаются. Так, есть, да, у нас еще один ответ? Да, у тебя есть функция в чате. Есть у нас правильный ответ. Северокавказский федеральный университет получает еще один балл. Мы поздравляем команду Северокавказского федерального университета. Последние три вопроса ушли в вашу копилку, но другие команды, прошу активизироваться. Прошу активизироваться другие команды. Овердрафт был правильным ответом к этому вопросу. Я напоминаю, что команда, которая наберет больше всех баллов, сыграет что где когда за игровым столом. Поэтому у каждого из вас есть возможность стать лидером и попасть в третий тур. Мы переходим к следующему вопросу. Пословица. Пословица устойчивое выражение, которое каждый из вас тоже слышал в жизни, я уверен. Есть, есть, я вижу. И первый ответ у нас от команды Ставропольского государственного аграрного университета. Деньги не пахнут, и именно вам прилетает последний балл в этом раунде. Ну что ж, друзья, я поздравляю. Первый тур у нас подошел к концу. Вначале могло показаться сложно. Далее вы все вниклись и поняли, как мы играем, как нужно действовать. И технически каждый из вас уже ознакомлен с нашей игрой. Мы готовы провести, подвести, вернее, промежуточные итоги первого раунда, чтобы ознакомить вас с результатами, чтобы каждый из вас знал, кто на какой строчке нашей рейтинговой таблицы. Итак, друзья, ну что ж, по итогам первого раунда Северокавказский федеральный университет 7 баллов. На строчку или на 1 балл ниже Ставропольский государственный аграрный университет 6 баллов. Мира А 2 балла и Российская академия народного хозяйства и аграрный университет 6 баллов ровно, друзья. Можете поаплодировать виртуально, можете объединиться в группы, помахать или помахать нам сюда в камеру. Идет достаточно ровная борьба. Мы понимаем, что пока нет явного лидера, команды, которая точно претендует на выход и право играть в финале. Ну что ж, мы с вами уже готовы переходить к второму туру нашей игры. Так, я прошу прощения. Второй тур нашей игры. Здесь аналогичным образом. Вам нужно будет на скорость отвечать правильно. И первый, кто ответит в чате, представитель одной из команд, зарабатывает и приносит в копилку команды ровно 1 балл. Но здесь мы играем немного по-другому. Здесь мы будем играть с двумя командами. То есть мы произведем батл между двумя блиц, между двумя командами. Итак, первая пара игроков – это у нас Северокавказский федеральный университет и Ранхикс. Играем так. Есть представители Ранхикс и СКФУ. Выйдите ко мне на связь, чтобы я видел, что вы в курсе, что вы готовы. Да, мы здесь. Прошу, огромная просьба команде Аграрного университета и команде МИРА. Сейчас вы не участвуете, вы зрители. Даже если вы знаете правильный ответ, огромная просьба не писать его в чат. Блиц ведется между Северокавказским университетом и Ранхикс. Точно так же пять вопросов. Кто отвечает первым, тот и зарабатывает 1 балл. Я думаю, всем понятно, да? Погнали. Первый вопрос второго тура. Тариф за холодную воду составляет 18 рублей 70 копеек. За горячую воду 46,29. Тариф за водоотведение 35,11. Определите суммарные расходы семьи за месяц, исходя из показателей использованных кубометров. Уважаемые участники, финансово грамотный человек – это тот человек, который ведет финансовый план. И сейчас идут вопросы из области финансового планирования. То есть мы учимся с вами формировать ваш баланс, ваш семейный финансовый план, и вам необходимо четко определить расходную составляющую, связанную с коммунальными услугами. Спасибо. 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 Северокавказский федеральный есть, да. Пришел от вас тоже ответ. Но, друзья, эскафу Ранхикс в этой битве в первом вопросе первыми были именно студенты Ранхикс. Ранхикс, уважаемые друзья, 72,86 рублей – это общие суммарные затраты семьи. Я поздравляю Ранхикс, вы зарабатываете один балл, вы ответили первыми. Завгороднева Анастасия увидели от вас ответы тоже в чате, к сожалению, они неправильные. Мы ведем борьбу между эскафу и Ранхикс и переходим ко второму вопросу. Перед вами четыре изображения, четыре логотипа российских компаний. Методом исключения вам нужно выбрать одну неподходящую эмблему. Что здесь лишнее? Под какой буквой скрывается лишняя картинка, изображенная на слайде? Давайте вспомним организации, которые представлены следующими логотипами. Пришел ответ уже от Северокавказского федерального университета. Ждем еще ответ от Ранхикс. Я думаю, что каждый из вас встречал в учебниках школьных, в университетских. Даже если вы не экономические специальности, вы однозначно имеете или будете иметь в будущем дело с этими российскими компаниями. Ждем, ждем. Ранхикс есть. Ранхикс ответили. Если можно присоединиться с завгороднего Анастасия. Если можем, мы с вами сейчас пообщаемся по вашему ответу. Северокавказский федеральный. Настя, ты меня слышишь? Да, да, и да. Настя, ты ответила Б. Почему? Почему именно Б? Ну, если честно, я отвечала методом исключения, используя свою интуицию. Знаю, что Б – это красный крест. Знаю, что первое – это пенсионный фонд Российской Федерации. В, если честно, логотипа не знаю. Ну, решила выбрать Б. А, Г, Г? Не могу сказать. Можно я помогу? Вот мне что-то подсказало, я Б решила выбрать. Да, может, мне Данила подскажет. Он из моей команды. Давай, Данил, давай. В – это фонд социального страхования. А РНФ – это российский научный фонд. И таким образом, А, В и Г – это, по сути, организации фонда. Тогда как Б – это организация другого типа. Поэтому Б и не подходит. Нет, смотри, Данил, к сожалению, вы и Анастасия, все правильно. Перед вами изображены четыре фонда. Это не красный крест, вы ошибаетесь. Картинка А – это пенсионный фонд. Картинка Б – это фонд обязательного медицинского страхования. Картинка В – это фонд социального страхования. Это три фонда, в которые мы с вами, как граждане Российской Федерации, заработные платы уплачиваем в эти фонды. ИГ – это российский научный фонд, фонд, который не имеет отношения к этим трем фондам. Поэтому снова РАНХИКС отвечает правильно и зарабатывает еще один балл в свою копилку во втором туре. И мы переходим к третьему туру. Я напоминаю, СКФУ и РАНХИКС только принимают в нем участие. Вы получили наследство от бабушки и пока не решили, на что потратите 2 миллиона 900 рублей. Достаточно внушительное наследство от бабушки. Желаю каждому из вас такую бабушку. В какое минимальное количество банков их надо положить, чтобы получить полную сумму за счет страховых выплат в случае прекращения деятельности банка? Вижу, вижу уже ответ от СКФУ. Ждем РАНХИКС. Даже если вы не знаете, даже если вы не предполагаете, можно просто выбрать одну из цифр. РАНХИКС, ждем ваш ответ. Уважаемые игроки, очень хороший вопрос, потому что финансово грамотный человек, когда выбирает кредитную организацию, коммерческий банк, основным вопросом он задается, насколько этот банк надежен. И мы говорим о том, что в 1998 году у нас было создано ААРКО, агентство по реструктуризации деятельности кредитных организаций. И в 2003 году правоприемником организации стало Агентство по страхованию вкладов. Поэтому, когда мы задумываемся с вами, формируем свою политику сбережений, мы заходим на сайт Агентства по страхованию вкладов и смотрим, входит ли наша кредитная организация в список, размещенный на сайте Агентства по страхованию вкладов. И поэтому, конечно, очень важным моментом при выборе не только вклада, какой это будет вклад, но и при выборе кредитной организации, мы выбираем ту кредитную организацию, которая входит в систему страхования вкладов. И на сегодняшний момент у нас есть законодательно закрепленная минимальная величина, когда мы с вами говорим о том, что сумма вкладов плюс проценты, соответственно, должно составлять при возврате, потому что все ответы у нас уже получены, даже больше, чем надо, то есть три ответа у нас получены, составляет 1 миллион 400. Поэтому сумма страхового возмещения, это получается у нас сумма вклада плюс проценты в одном банке, должна составлять, это минимальная величина, не более 1 миллиона 400, той суммы, которая будет нам гарантированно возвращена в случае отзыва лицензии, или в какой-то сложной ситуации, потому что Агентства по страхованию вкладов, они как раз таки занимаются и санацией оздоровления банковской системы, и вводят конкурсного внешнего управляющего по руководству, и вы знаете, что вот в современной ситуации были определены системообразующие банки, и Агентство по страхованию вкладов в настоящий момент проводит политику не только отзыва лицензии и отзыва, соответственно, лицензии на работу кредитных организаций, но и еще в настоящий момент данные организации, они занимаются санированием, то есть последний банк, который проводил санирование, это был банк открытия, то есть для того, чтобы банк продолжал работать. И мы сейчас узнаем у нашего модератора правильный ответ. Минимальная сумма была названа, это миллион четыреста, у нас от бабушки два миллиона девятьсот, разбивая это на три банка, мы понимаем, что это миллион четыреста, миллион четыреста и остаток сто тысяч мы переносим в третий банк, и следовательно, Северокавказский федеральный университет, а именно Данила Василенко, приносит своей команде один балл. Я поздравляю, мы переходим к предпоследнему вопросу второго тура. Перед вами четыре изображения. Все они объединены одним словом. Либо финансовый термин, это слово мы иногда используем как обыденность, поэтому я хочу каждому из вас задать вопрос. Северокавказский, ранхитс, какое же слово объединяет все эти четыре изображения? Спасибо. 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 Ждем, ждем мы еще ответы. Ранхитс, Северокавказский. Есть, все, мы зафиксировали первый ответ от Ранхитса. Больше мы ответы не принимаем от данного учебного заведения. Северокавказский федеральный, у вас еще есть буквально несколько секунд подумать, прикинуть. Хотелось бы задать вопрос о джури. Если мы говорим о нас с вами, то вот как другими словами может называться, соответственно, ну команда СТГУ еще будет у вас время свое, как другими словами вот называется запас, назовем такой запас финансовой прочности семьи. Есть ли у вас, соответственно, еще вариант ответа, потому что мы говорим о том, что финансовый грамотный человек всегда формирует определенный запас финансовой прочности семьи. Как еще другими словами мы его назовем? Я думаю, каждый из вас понял, что ни у СКФУ, ни у Ранхикса нет правильного ответа. Давайте мы с вами все-таки доиграем до первого, кто ответил правильно. Дальше ответил Ранхикс. Мы учитываем. И теперь шанс у СКФУ. Да, есть. Есть у нас правильный ответ. Смотрите, давайте разбираться. Синюкова Лиза, если можно, мы присоединимся к тебе, Лиз. Готова ты ли с нами побеседовать? Да, да, конечно. Давай, Лиз. По логике, я не знаю, сказали, что запас не тот, а резерв – это запас чего-либо, то есть для какой-либо надобности. Ну, ты действовала, да, из логики, которую Юль Михайловна озвучила. А если вот смотреть по картинкам, первая картинка, что это? Ну, деньги, слитки какие-то, золото. Ну, можно сказать, что это золото-валютный резерв. Да, да, да. Дальше идем. Столик уже занят или иначе? Забронирован. Зарезервирован, да, резерв. Дальше у нас футболисты сидят на скамейке запасных, это резерв команды, на случай, если что-то случится. И идем дальше, это финансовая подушка безопасности или резерв тоже. Да, все правильно, это был резерв, и вы приносите своей команде. Елизавета, 1 балл. Спасибо. И мы подошли с вами к последнему вопросу второго тура СКФУ Ранхикс. Дело за вами. Что одновременно необходимо иметь для формирования пенсии, для получения государственных льгот, для получения государственных услуг в электронном виде, для сокращения количества документов при получении государственных услуг? Ну, это такой универсальный документ, который у каждого из вас есть, я уверен, 100%. В паспорте некоторые его хранят. Я точно в паспорте. Итак, Северокавказский федеральный, ждем еще ответ от вас. Что же вы считаете, что это такое? Да, получили ответ, но, к сожалению, Ранхикс, Ахмат Хасанов приносит своей команде 1 балл. Все верно, это страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, сокращенность НИЛС. Мы поздравляем. Если мне не изменяет память, 3 балла забрали Ранхикс и 2 балла в этом раунде забрали СКФУ. Я благодарю вас за участие во втором раунде и готов объявить следующую пару игроков. Это Ставропольский государственный аграрный университет и МИРЭА. Вы готовы, ребята? МИРЭА аграрный? Есть, да. Я уверен, что вы слышите, просто не хотите подключаться. Да или нет? Пусть пишут чай. Да, да, да. Все, есть. Аграрный университет готовы? Мы готовы. Аналогичным образом, я задаю вам вопрос, и кто первее отвечает в чат, тот и зарабатывает балл. Я напоминаю, мы боремся за путевку в финал нашей игры. Вы приобрели квартиру за 4 миллиона рублей. Может быть, 2 миллиона 900 вы у бабушки взяли, а остальное добавили. В общем, не суть. 4 миллиона рублей. Но за этот год вы заработали всего лишь 1 миллион рублей. Каков будет налоговый вычет? Ваша задача написать размер налогового вычета в последующем году. Стоимость квартиры 4 миллиона. Я уверен, что каждый из вас, даже если вы обучаетесь на неэкономическом профиле, обязательно должны знать, во-первых, процентную ставку налогового вычета. Каждый должен ее знать. Здесь можно только 2 раза произвести какие-либо финансовые. Есть, да, у нас ответ? Нет. Нету, нету, да. У меня вообще вы сказали, квартира мечта, а ты у бабушки, у бабушки. 4 миллиона рублей вы потратили, чтобы приобрести данную квартиру. Зал маловато, конечно, для 4 миллионов рублей, но, может быть, это где-то в Центральной России. 1 миллион рублей вы заработали, даже вот тут 50-копеечными. Самое главное здесь нужно знать процентную ставку, которую умножают на некую сумму. Ставропольский аграрный, я смотрю, вы там столько, наверное, проводите вычислений. Очень-очень. Так, есть один ответ у нас. Есть, так, 2 ответа мы получили. Друзья, ну, позвольте, я откомментирую данный вопрос. Итак, мы имеем в виду налог на доходы физических лиц. В связи с тем, что мы работаем, мы получили заработную плату в размере 1 миллиона рублей. И как ответственные, законопослушные граждане с миллиона заплатили с вами 13%. То есть это получается 130 тысяч рублей. В соответствии с нормами налогового кодекса, а именно 23 главой, мы имеем право воспользоваться так называемым имущественным налоговым вычетом, который составляет размер фактически произведенных расходов на приобретение недвижимости, но не более 2 миллионов рублей, как суммы основной покупки, плюс проценты по ипотечному кредиту, но суммарно не более 3 миллионов рублей. То есть на сегодняшний день каждый гражданин Российской Федерации, если еще ни разу не пользовались таким вычетом, за вами будущее, вы должны знать также о своих правах, то максимально мы претендуем легко посчитать от 5 миллионов 13%. Но так как только 1 миллион рублей мы с вами заработали, мы максимально можем претендовать на сумму, Владимир, правильный ответ, выводим на слайд, 1 миллион умножаем на 13% и получаем 130 тысяч рублей. И мы видим, что, к сожалению, ни одна команда не дала правильного ответа. Очень жаль. Ну, мне очень понравился вариант Мираж, 650 тысяч, даже можно и за 3 года и заработать, наверное, на покупке квартиры. Друзья, я думаю, что вы запомнили механизм, если кто-то из ваших близких или вы будете... Владимир, просите, пожалуйста, а получается за квартиру мы налоги не платим, мы бесплатно там приобретаем это все? Смотрите, уходим назад, и я рассказываю еще раз, если кто-либо не услышал суть задания. Вы купили квартиру на 4 миллиона рублей, за год заработали всего лишь 1 миллион рублей. Налоговый вычет формируется из той суммы, которую вы заработали за этот год и передали государству в виде налога на доходы физических лиц. Если вы заработали 1 миллион рублей, следовательно, вы передали государству 13% от этой суммы. Нехитрыми действиями мы 1 миллион умножаем на 13%, получаем 130 тысяч рублей. Это максимальная сумма, которую вы можете попросить у государства. Следовательно, на большее вы претендовать не можете. Но если вы уверены в том, что вы можете претендовать на 134 тысячи, я готов услышать вашу позицию. Аграрный университет, почему именно 134 тысячи? Откуда взялись эти 4 тысячи рублей? Ну, мы, видимо, возможно, недопоняли вопрос. Просто есть также ставка налоговая на покупку квартиры, которая составляет нам целых 0,1%. И мы ее тоже в эти 4 тысячи как раз таки и прибавили. Мы же написали налоговый вычет. Мы не написали, какие процентные ставки и так далее. Мы написали налоговый вычет. Каждый из вас должен знать, что налоговый вычет – это 13% от суммы, которую вы заработали официально за белая зарплата, если ее можно так назвать, за этот год. Поэтому ни вы, ни Мира не смогли принести один балл, поэтому мы переходим к следующему. Владимир, я, позвольте, все-таки ворвусь сюда, потому что все-таки финансово грамотный человек, он должен знать и понимать свои налоговые обязательства. И самое главное, наверное, знать о своих правах. Итак, друзья, вот к вопросу о том, что вы посчитали 0,1%, на самом деле вы имели в виду налог на имущество физических лиц. Да, есть такой налог. И, кстати, кто знает, когда уплачиваем мы все имущественные налоги, можно дополнительно заработать 1 балл, если вот сейчас быстренько напишите в чат. Когда физические лица уплачивают налоги имущественные на квартиру, на дом, на машину, на землю. Итак, первый ответ плюс 1 балл команде. Могут все 4 писать. Да, уже мы получаем с вами ответы. СКФУ, да, я поздравляю, вы были именно первой командой, которая написала правильный ответ, поэтому, Юлия Михайловна, пожалуйста, зафиксируйте еще плюс 1 балл СКФУ. Друзья, возвращаясь к налогу на имущество физических лиц, у нас расчет происходит не от 4 миллионов, это рыночная цена здесь представлена, а расчет происходит от кадастровой стоимости. И чаще всего на практике кадастровая стоимость у нас не совпадает с рыночной. А здесь в нашем условии была представлена именно сумма расходов на покупку квартиры. Итак, следующий вопрос, Владимир. Владимир, у вас выключен микрофон. Я прошу прощения, на представленном перед вами слайде изображены 4 ведущих политика Российской Федерации. Вам нужно понять, кто же из них лишний. Понятно, что лишних нет в политике, но кто-то здесь все-таки выбивается из строя по каким-то особенным критериальным показателям. Также по букве, если хотите, можете назвать его по имени, фамилии, имя, отчество и первые, кто ответит правильно, зарабатывает 1 балл. Так, мы получили А от ответ МИРЭА и ждем Ставропольский ГАУ еще. У вас есть несколько секунд, чтобы понять, кто же в политике лишний. Возможно, у вас есть ваши кандидатуры, которых вы считаете лишними, но разобраться нужно здесь и понять, каким критериальным показателем или каким обобщающим элементом. Аграрный университет, у вас будет ответ? Все, есть. Мы как, будем доигрывать? Уважаемые участники, ни Аграрный университет и ни МИРЭА не дал правильный ответ, поэтому снова МИРЭА и Аграрный у вас есть еще по одной возможности написать в чат и прийти. Так, есть. Отлично. Мы увидели у МИРЭА и это команда Аграрного университета. Первыми правильно ответили МИРЭА, и поэтому я хочу подключить Михаила Тагобицкого. Миш, ты нас слышишь? Кто это? Балл засчитаем, если он скажет, кто это? Миша. А у нас ключи на кого-то? Михаил Тагобицкий. Да, здравствуйте, здравствуйте. Смотри, Миш, мы засчитаем балл только тогда, если ты скажешь, почему именно Б, потому что здесь мы играли в кошки-мышки с вами, поэтому надо именно обосновать правильно, почему именно Б. Такой же вопрос я задам Аграрному университету, если ты не ответишь, и мы уже честно определим, почему. Ну, как-то вот мы с командой решили вместе, что это выходит Б. Ну, понятно, что вы сначала ответили А, потом Б, и дальше нужно было либо Б, либо Г ответить. То есть у тебя нет понимания, почему. Все, подключаем Аграрный университет, пожалуйста, команда Ставропольского ГАО. Вы также ответили Б, это тоже правильно. Почему именно Б? Да, Владимир, да мы долго вот думали, но я как будущий госслужащий сразу В решил, как бы, ну, вот. Но потом все-таки сидели так, думали-думали, у нас как-то, ну, жизнь сложилась так, что вот знаки и символы сложились у нас на Б. Вот, интернет, конечно, не грузит у нас, вот, отправлять сообщения быстро, но решили Б. То есть нет, да, понимания, почему? Как я красивый, ну, Б. Изначально вы отвечали В, потому что женщинам в политике нет места, или почему? Ну, мое мнение, может быть, с чем-то не сходится, но команда прислушалась. В общем, смотрите, и Аграрный университет, и Мира А дает правильный ответ Б, но мы, к сожалению... А можно ответить другой команде? Нет. А, давай, давай, уже этот вопрос разыгран, но не в зачет уже. Ни Аграрный, ни Мира А не зарабатывает балл, другой команде мы тоже балл подарить не можем, но если кто-то готов сказать, почему именно Б, давайте присоединяться, да? Кто готов? Ну, давайте ответим тогда. А – это министр финансов, если кинфицировать, Б – это потому что министр высшего образования, Г – это Герман Греф, ну, Сберегательный банк, и Эльвира Набюлина, получается, методом исключения Б. Все верно. А – это министерство финансов, В – это, так, Эльвира Набиулина, Центробанк, и Г – Герман Греф. То есть три человека, которые непосредственно относятся к финансовой сфере, политикам финансовой сферы, и Б – это образование. Поэтому именно Б был лишним здесь. Не в принципе, а только здесь. Ни Аграрный университет, ни МИРЭА не зарабатывают баллы. Мы переходим к следующему вопросу. Также только Аграрный и МИРЭА участвуют. Фольков Валерий Николаевич, министр науки и высшего образования. Какой вариант здесь будет более рациональным? Прокомментируйте. Отлично. Это вообще любимый вопрос у нас с Еленой Николаевной. И он касается как раз-таки рациональности покупки. Здесь представлены две подруги, ну, практически Лена и Юля, Кристина и Карина. Вот. И они мечтают о брендовой губной помаде зеленого цвета. И вот на рынке эта помада появилась. Буквально хотим сделать себе подарок на Новый год. Но финансово грамотный человек всегда, всегда выбирает из нескольких вариантов. То есть, когда мы с вами, соответственно, формируем какую-то определенную стратегию, связанную вот с нашими доходами и расходами, да, мы с вами говорим о том, что мы должны выбрать тот вариант, который будет более рациональный. Соответственно, у нас есть два варианта. Это кредит в банке мечта и кредит, соответственно, быстро деньги в МФО, да, в микрофинансовой организации. И у нас несколько условий. То есть, губная помада стоит 5000 рублей. Мы с вами, соответственно, имеем 15% годовых и 0,1% в день. То есть, финансово грамотный человек сравнит два варианта и выберет тот вариант, который будет наиболее ему выгоднее с позиции приближения его к мечте. И мы принимаем варианты ответа. Слово нашему модератору. Да, мы видим уже в чате ответ от Аграрного университета. Ждем ответ от МИРА и будем подводить итог именно этого вопроса. Я думаю, все здесь достаточно просто. Как всегда, девушки в погоне за косметикой или дорогими телефонами берут кредит необдуманно. Почему-то девушки. Ну, потому что Кристина и Карина – это кто-то. Не девушки разве? Нет, девушки – это девушки. Почему? А мы необдуманно. Мы как-то это самое. Я обдуманно брали технику. И здесь, значит, Карина и Кристина пытаются не вляпаться в какую-либо ситуацию и понять, кто же из них сделал более выгодно. Взять кредит в банке «Мечта» 5000 рублей на один месяц под 15% годовых. Либо кредит в МФО «Быстрые деньги». Микрофинансовая организация аналогична 5000 рублей, один месяц только 0,1% в день. Не знаю, зачем человеку помада за 5000 рублей, но прошу вас рассчитать более рациональный вариант. Аграрный университет ответил МИРА. Ждем вас? Есть. Все, к сожалению, ответ не принимается от МИРА. Время вышло, и мы готовы назвать правильный ответ. Аграрный университет, к сожалению, ответил… А, все правильно, да? Рационально оформить кредит. Да, что-то у меня уже… Аграрный университет. Я высчитывал 1, 2, 3, 2, и там 3. У вас 62 получилось или 134 тысячи? У нас правильно ответ получился. Что хорошо, я вас поздравляю, приносите 1 балл. МИРА, скажите, пожалуйста, вы на связи? Или, может быть, вы нас не слышите, поэтому не даете ответ в чат? Есть, да, все. МИРА здесь, просто, к сожалению, не справились с заданием. И мы переходим к следующему вопросу. Аналогичным образом команда Истагау и команда МИРА. МИРА, перед вами 4 изображения. Каким одним финансовым термином можно объединить все представленные на экране 4 изображения? Одно слово, уважаемые участники. Также, кто быстрее, кто первее, ответит в чат. Есть, видим команду от Аграрного университета. Ответ, вернее, от команды Аграрного университета. МИРА, ждем также ответ от вас. Есть, получили ответ от вас. Все правильно, друзья, быстро, просто вы решили и правильно ответили обе команды. Но, к сожалению, Аграрный университет был, или, к счастью, для Аграрного университета был первее. Поэтому 1 балл вам. Акциз, все правильно. В России введены налоги акциз на топливо, акциз на лекарства, на сигареты и алкогольную продукцию. Ну что, идем дальше. Акциз, все верно. И последний вопрос в этом раунде. Кто осуществляет досудебное урегулирование споров между потребителями финансовых услуг и финансовыми организациями? Спасибо. Спасибо. Уважаемые участники. Мы с вами говорим о том, что мы все являемся с вами потребителями финансовых услуг. Пока вот команды наши записывают ответы. И очень важно знать, у нас, кстати, есть даже команда юристов, о том, что кто же в случае нарушения, соответственно, наших прав, как участника рынка финансовых услуг, если они нарушаются, куда нам необходимо обратиться? Да, тут вопрос, конечно, уже идет между потребителями финансовых услуг, но мы должны с вами знать, что когда наши права с вами нарушены, мы должны обратиться к нашему мегарегулятору. Тут вопрос немножко в другом строится, но первая инстанция, кто, соответственно, может помочь нам, как потребителю финансовых услуг, это мегарегулятор, это Центральный банк России. Ну и, конечно, передаю слово нашему модератору, и мы узнаем, кто же осуществляет досудебное урегулирование. Все верно, друзья, обе команды дали правильные ответы, это служба финансово-уполномоченного или финансовый омбудсмен или финансово-уполномоченный. Все варианты правильные, команды исправили задание, но первыми были Ставропольский государственный аграрный университет, вы приносите один балл себе в суммарную копилку. Ну что ж, уважаемые участники, мы подошли к третьему туру нашей игры, и сейчас мы готовы с нашими коллегами произвести суммарные подсчеты и сказать, какие команды на какой строчке располагаются в нашей рейтинговой таблице. И мы сейчас узнаем, какая команда пробилась в финал, какая команда сыграет за главным игровым столом, что, где, когда, и кто будет иметь право первым отвечать на вопросы. Уже мы, коллеги, мы готовы? Готовы, мы готовы. Итак, выводим данный слайд и смотрим суммарные результаты. По итогам второго тура Ранхикс 3 балла, Северокавказский 3 балла, Аграрный университет 3 и Миреакс. К сожалению, один вопрос не был разыгран. Итак, получается у нас у СКФУ 10, у Аграрного 9, у Мираа 3 и у Ранхикса 9. Следовательно, в финале за нашим игровым столом будет играть Северокавказский федеральный университет. Я рассказываю сейчас вам правила игры. Уважаемые участники, мы сыграем с вами в игру что, где, когда. Да, я думаю, каждый из вас видел формат проведения данной игры по телевизору. И каждый из вас знает, что мы крутим барабан, у нас он будет виртуальный. Вопрос, который выпадает на стрелочку, тот и озвучивается ведущим. Но здесь у нас небольшое правило. Если команда Северокавказского федерального университета в течение одной минуты не дает правильный ответ или ответ ее неверный, мы принимаем только один ответ, первый от команды. Если в течение минуты нам приходит неправильный ответ или вовсе ответа нет, мы даем старт. То есть слово старт будет ключевое для вас. Если я говорю старт, команда, которая после слова старт ответит правильно в чате, зарабатывает этот балл себе. Всем понятно? Во время того, как я буду задавать вопрос Северокавказскому федеральному университету, просьба в чат ничего не писать. Право иметь только эскафу. Как только я говорю старт, отвечают все команды. И первая команда, которая заработает больше всех баллов, одерживает победу в нашей игре. Северокавказский федеральный, да, есть у вас комментарии какие-то? Вот, хотелось бы уточнить. Мы совещаться будем в этом зале или специально выйдем в свою собственную комнату? Смотрите, да. Если вы знаете правильный ответ и 100% уверены, можно без совещания писать в чат. Если вы не знаете, лучше вам уйти в комнату, посовещаться, вернуться и ответить правильно. Возможно, но можете совещаться и здесь, да, ну, как хотите. Но, возможно, у вас прозвучат правильные ответы, вы ответите неправильно, и кто-то услышит правильно и ответит потом, когда у них будет шанс. Ну, здесь уже ваше желание. Всем понятно, да? Право имеете вы, отвечаете только один раз. Как только я говорю старт, это значит, что вы ответили неправильно, и мы готовы играть с другими командами ровно одну минуту. Ну, что ж, я прошу обратить внимание на экран, всем его видно, да? Здесь мы вращаем барабан. Вот, итак, я клацаю. Вопрос номер два. Вопрос номер два. Мы открываем. Греческая налоговая служба обнаружила в пригородах Афин почти 17 тысяч частных плавательных бассейнов, в то время как владельцы домов и участков платят государству налоги только за 324 бассейна. Неплательщиков удалось выявить благодаря компании штаб-квартиры, которые находятся в Калифорнии. Назовите эту компанию. Время пошло. Напоминаю, отвечает только Северокавказский федеральный университет. Прошу старт удалить. У нас пока только Северокавказский федеральный университет. Наша команда готова дать ответ. Мы получили ответ от Северокавказского, верно же? Есть. Все правильно. Северокавказский федеральный университет. Вы отвечаете Google. Если можно, Завгороднева Анастасия присоединиться. Да. Почему именно Google? Ну, потому что по Google картам. Все верно. С помощью Google карт они и отследили в том, что в пригородах Афин не 324, а зафиксировано с карты 17 тысяч частных плавательных бассейнов. Ну, что ж, мы возвращаемся к нашему игровому столу. Мы сыграли уже во второй вопрос. И я снова кручу наш импровизированный барабан. Вопрос номер 7. Уходим мы сюда. Афоризм Бориса Крутьера заканчивается словами «А деньги портит инфляция». Какой прописной истиной из трех слов начинается этот афоризм? Заканчивается он словами «А деньги портит инфляция». А какими тремя словами он начинается? Время пошло, Северокавказский? Мы пока совещаемся. Ребята, у меня есть предложение. Людей портят деньги, а деньги портят инфляцию. Вы за? Да, 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 мы за. Деньги портят человека. Деньги портят человека, инфляция. Да, да, да. Можете работать слух, да. Самое главное – дать мне правильный ответ. Итак, на каком ответе останавливаемся? Назвать, может быть, человеку портят деньги? Или как вы считаете? Человека портят деньги, а деньги портят инфляцию, так? Я не знаю, я не хочу на себя брать ответственность. Наверное, да. Вот, вот это самое главное. Нужно понять, кто же возьмет на себя ответственность. Ну, знаете, Настя уже написала, поэтому мы за Настю. Все, есть, да, у вас? Деньги портят человека. Вы ответили. А деньги портит инфляция. Все верно. Неважно, если бы вы переставили слова «человека портят деньги» или «деньги портят человека». Самая главная суть – то, что деньги наносят некий урон человеку. Я думаю, что здесь мы не будем цепляться за правильность переставления слов. Все правильно. Один балл еще в копилку Северокавказского федерального. И мы возвращаемся за наш игровой стол. Два вопроса мы уже сыграли. Это был второй и седьмой. Вопрос номер один. Вы готовы, Северокавказский? Готовы. Баба-яга мечтает о новом корыте. Старая совсем раскололась. Определи, через сколько месяцев яга сможет порадоваться обновке. Если корыта мечты стоит 3500 рублей, пенсия составляет 13600, 3800 старуха тратит на оплату коммунальных платежей, 10200 рублей в месяц уходит на питание и подарки внукам, а еще 2400 рублей она зарабатывает с дачей в аренду летающей ступы. Определи, через сколько месяцев старуха сможет обновить свой йо-мобиль. Можете совещаться здесь, но тут достаточно провести некие финансовые подсчеты. Я напоминаю, что в случае, если за минуту команда Северокавказского федерального университета не ответит, право переходит к командам. Поэтому сейчас вы тоже можете считать, готовиться. Наш ответ через два месяца. Через два месяца. То есть, если сегодня 1 сентября, когда она сможет обновить? Если сегодня 1 сентября, то к концу октября у нее должно быть на руках 4000 рублей. И тогда она сможет себе купить. То есть, это будет же не через два месяца. Это будет в следующем месяце. В конце следующего месяца. Ну, все верно. Вы это имели в виду? Да. В следующем месяце. Все верно? А, нет. Владимир. Ну, в данном случае мы видим, что Владимир, наверное, перевалливался за вас. И не разыграли мы в итоге этот вопрос среди других команд. Поэтому здесь абсолютно неверный ответ. Долго Владимир пытался выяснить. Что-то, что-то видимо. Да, давайте внимательней, конечно. Знаете, вы меня извините, пожалуйста, но согласно моим подсчетам, как раз-таки наши ответы верные. Потому что, смотрите, ее доход составляет 16 тысяч рублей. Верно? Это пенсия плюс сдача варианта летающих. Да, все верно, да. Ее расходы составляют 14 тысяч рублей. То есть в месяц она уходит на 2 тысячи рублей в плюс. Ступоз новая стоит 3 500. Значит, ей надо как минимум 2 месяца, чтобы накопить деньги. Все верно, Данил. Я не знаю, каким образом возникла техническая ошибка, потому что задачу составлял я, и я помнил, что в следующем месяце. Наверное, чисто машинально я в ответе написал в этом месяце, но знал, что в следующем месяце. Вы все верно, мы можем зачитать СКФУ правильный ответ, потому что, правда, это в следующем месяце будет видно чисто техническая ошибка в ответе здесь. Как скажете, Владимир, доказала команда, поэтому мы не можем идти против. Я тоже был. Я был уверен, что здесь ответ правильный, но, наверное, какая-то техническая ошибка при переносе ответа в гиперссылку. Мы возвращаемся обратно за барабан. Вопрос в черном ящике. В посвященном ему стихотворении Зинаиды Гиппиус упоминается острие, верный конь и хрус перепончатых крыл. В черном ящике находится его изображение, которое есть у многих из вас. Что в черном ящике? Ребята, какие есть варианты? Ему посвятили стихотворение Зинаида Гиппиус. Там упоминается острие, верный конь, хрус перепончатых крыл. Это копейка. Это монета копейки, а изображено герб России, где всадник с копьем протыкает змея с крыльями. Вы должны назвать его. Его? Георгий Победоносец. Георгий Победоносец. Да? Это наш ответ. Точно, да? Это окончательный ответ. Георгий Победоносец. Да, да. Все верно. Монета с изображением святого Георгия Победоносца. Именно он упоминается в стихотворении Зинаида Гиппиус. И там фигурирует острие, верный конь и хрус перепончатых крыл. Мы возвращаемся за наш игровой стол, крутим барабан. И вопрос номер три. Перед вами парные предметы, которые в Германии 16 века использовались, например, владельцами и посетителями кабаков. Эти предметы считаются прообразом ее. Назовите ее двумя словами, начинающимися на одну и ту же букву. Прошу обратить внимательно ваш взор на картинке. Два парных предмета, которые в Германии 16 века использовались, например, владельцами и посетителями неких заведений. Откинем кабаки просто. В голове у себя составим эти две категории людей. Одна палочка, следовательно, для владельцев, другая для посетителей. Прообразом чего выступили эти две палочки, палочки, изображенные на экране. Может быть, какие-то карты? Вы совещаетесь и даете мне окончательный... Не-не-не, не даем, не даем, мы совещаемся. Не-не, я понимаю, да. Друзья, давайте мыслить логически. Тема финансовая грамотность. Значит, эти предметы как-то связаны с деньгами, с оплатой. Да-да-да. Например, одна часть находилась у этого предмета у заемщика, а другая у кредитора. То есть, ну, по логике вещей и так далее. В ответе должно быть два слова, каждая из которых начинается на одну и ту же букву. Я напоминаю. Кредитная карта. Это получается, да, кредитная карта. Кредитная карта. Наш ответ – кредитная карта. Все верно, друзья, это кредитная карта. Именно вот эти два предмета считаются прообразами, в то время как, как вы и говорили, владелец и посетитель ставили на этой палочке одинаковые зарубки. Когда долг возмещался, палку уничтожали, и, следовательно, мы понимали, что долгов ни у владельца, ни у посетителя перед друг другом нет. Идем дальше. Это пятый вопрос. В него мы еще с вами не играли. Можно сказать, что в США сделал это в 1919 году авантюрист Чарльз Понце в фильме «Мумия». В фильме «Мумия» роль человека, который сделал это гораздо раньше, чем в Понце, сыграл Борис Карлов. Какие три слова, начинающиеся на одну и ту же букву, мы заменили на «сделал это». То есть, если разложить все по палочкам, в 1919 году авантюрист Чарльз Понце сделал это. В фильме «Мумия» Борис Карлов также сделал это. Какие три слова, начинающиеся на одну и ту же букву, мы заменили на «сделал это». Может, финансовая пирамида? Данила, ты тут? Нет, нет, нет. Наш ответ будет… Я тут. Построил финансовую пирамиду, наверное, да? Раз на одну и ту же букву. Ну да. Данила, ты тут? Построил первую пирамиду. Построил первую пирамиду, потому что… Да, да, да. Построил первую пирамиду. Первую пирамиду. Все верно. В течение одной минуты вы дали правильный ответ. Построил первую пирамиду. Ну, понятно, что в фильме «Мумия» эта пирамида была фактическая. Это пирамида, которую можно увидеть. А Чарльз Понце построил первую финансовую пирамиду. Все верно. Кто-то даже здесь упоминал именно финансовую пирамиду. Мы возвращаемся к нашему игровому столу. И восьмой вопрос. Мы также в него с вами не играли. По сообщению СМИ, в России зафиксирован анекдотический случай удаления участников из ЕГЭ по русскому языку за использование ИКСА. Недавно в интернете появился пенсионный ИКС. Какое слово мы заменили на ИКС? Очень смешно выглядело, когда человек на ЕГЭ по русскому языку использовал тот самый ИКС. Данила, может, пенсионный коэффициент? Нет. Ну, и из-за чего бы удалять СЕГЭ из-за использования пенсионного коэффициента? Недавно в пенсионной системе, насколько я помню, появились баллы. Ну, те же коэффициенты, только называются баллами. И если я не забываю, там был такой балл, который наименовался Е. Возможно, это сочли за нецензурное выражение, его за это удалили. Ну, это как вариант. У вас ваше время вышло, вы озвучили только один вариант. И, к сожалению, это неверный. Поэтому вопрос адресуется в общей... А, может, подождите, а может... Слушай, Данила, может, это калькулятор тогда? Да, время вышло, одна минута. Вы в течение одной минуты должны были дать не по истечению, а в течение, я говорил. Поэтому мы готовы в чате увидеть, кто же ответил у нас правильно. Так, есть, да? Вот это RunHicks у нас, верно же? RunHicks отвечает правильно, все верно, это калькулятор. Ну что, Владимир, там была небольшая заминочка. В начале игры вы сказали после слова «старт». Мы «старт» пока не ждали-ждали, уже за нас ответили. И здесь вот такой момент случился. Мы все-таки еще с вами, я все-таки здесь думаю. Старта не было. Все верно, уважаемые команды. Ну, Аграрный университет, вы что хотели ответить? Давайте. Ну, естественно, конечно же, потому что Северокавказский федеральный университет ответил тоже калькулятор. Ну, все верно, я ошибся и не назвал слово «старт». Поэтому давайте и RunHicks, и Аграрный университет мы отдадим по одному баллу. Северокавказский федеральный, вы также остаетесь за игровым столом. Мы крутим барабан. И у нас четвертый вопрос. В него мы еще не играли, верно же? По-моему, мы все играли. Нет, нет, мы не все. Надпись на этой купюре печаталась по диагонали, а вот крестьянина на ней не изображали. Какое неофициальное название она из-за этого получила? Я напоминаю, в течение одной минуты вы должны дать правильный ответ. Надпись на этой купюре печаталась по диагонали, а вот крестьянина на ней не изображали. Какое неофициальное название данная купюра и получила? Ваше время, к сожалению, вышло. К сожалению, девушка, ваш ответ снова вышел. Мы не будем адресовать его в зал, потому что все уже услышали правильный ответ. СКФУ мы не засчитываем ответ, потому что вы ответили после времени. В зал также мы этот вопрос не адресуем, потому что все его услышали. Все верно, это был косарь, крестьянин на этой купюре был изображен. Но это неофициальное название, теперь вы будете знать, почему мы тысячную купюру называем именно косарь. Мы возвращаемся к нашему игровому столу, и мы сыграли же вроде во все, да? В первой, во второй, в четвертый, пятый, седьмой, восьмой и в черный ящик и в фотофопрос. Верно же? Давайте мы с вами перепроверим. Про Бабу-Ягу мы сыграли. Про налоговую службу мы сыграли. В деньги мы с вами сыграли. В Чарльз-Апонце сыграли. В афоризм поиграли. И ЕГЭ по-русскому. И два черный ящик, и вопрос с картинками мы также закрыли. Я поздравляю Северокавказский университет. Вы отлично держались. Данила, вы молодец. Вы возглавили, можно сказать, команду и брали в некоторых моментах на себя ответственность. Но, к сожалению, всегда нужно понимать, что надо укладываться во времени. Но, тем не менее, вы принесли порядка четырех баллов в этом финальном туре. Мы готовы подвести итог по туру и понять, кто же у нас сегодня стал победителем. Итак, за последний раунд у нас Ранхикс один балл. Аграрный университет один балл. Здесь мы подбиваем итог. Ранхикс 10, Аграрный университет 10, МИРА 0 в этом раунде, 3 суммарно. И Северокавказский федеральный за последний наш тур. Что, где, когда? Заработал сколько? Пять, да? Ну, все верно, да. Пять баллов. Итого 15 баллов ровно. И мы поздравляем. Северокавказский федеральный университет. Насколько мне не изменяет память, или я могу ошибаться, что в прошлом году, по-моему, тоже ребята из Северокавказского стали победителями. Поэтому вы молодцы, но я хочу и попросить каждого из вас, огромная просьба, не переключаться. Я передаю слово нашим модераторам с Аграрного университета, которые также хотят поздравить вас с этой победой и пожелать, наверное, вам еще больших и больших финансовых побед. Юль Михайловна, вам слово. Уважаемые ребята, большое спасибо за игру. Было очень интересно. Вы большие молодцы, переживали. Нам были интересны ваши аргументы. И мы можем сказать, сделать констатацию, что у вас, вы в целом справились с разными сериями вопросов. У нас были вопросы, касаемые финансового планирования. У нас были вопросы, которые характеризовали разные финансовые инструменты. Вы сегодня очень классно, можно сказать, показали, насколько вы финансово грамотны, использовали и финансовую математику, и знания в области финансовой грамотности. И, конечно, если сегодня мы с вами говорим, то у нас с вами одно первое место, два вторых и одно третье место. Поэтому все команды у нас получат свои дипломы и подарки от Министерства финансов Ставропольского края. Елена Николаевна вывела вам подарки. Видите, это у нас флешки, это портативный аккумулятор. И у нас с эмблемой финансовой грамотности специально такие стаканы для активного образа жизни, для спорта, чтобы можно было каждый день брать воду с собой на занятия, на прогулки и на спорт. То есть у вас есть, видите, уникальные финансовые подарки от Министерства финансов. И, конечно, мне бы хотелось поздравить победителя. Это Северокавказский федеральный университет. И, конечно, сегодня в игре мы не только с вами определяли уровень вашей финансовой грамотности, но мы и определяли те области и сферы, которые нам необходимо в дальнейшем будет развивать и проводить мастер-классы по основным направлениям. Но мы всегда в рамках нашей игры проводим определенную рефлексию, то есть опросим вас обратно рассказать нам, что вам понравилось, что было для вас интересно. И, конечно, какие-то ваши впечатления, ощущения от сегодняшней игры. Пожалуйста, команды, вам слово. Ну, Северокавказский на правах победителей. А вот Данила уже подписывается. Да, давай, Данил. Ну, видимо, мне надо будет говорить от лица всей команды. Девочки у нас достаточно стеснительные. Мы благодарны за то, что вы нас позвали, за то, что, несмотря на то, что мы представители другого вуза, вы нас тепло приняли. Вы отказали великолепное мероприятие, нам все очень понравилось. Ну, и было поистине интересно. Все-таки это не совсем та сфера, которая встречается нам каждый день на занятиях, и мы тоже много чего нового для себя уяснили. Спасибо. Аграрный университет. Ну что, дорогие друзья, вот наконец-таки закончилась игра такая. Долго мы готовились, все подключались к ней. Да, были моменты там веселые, грустные, но ничего. Второе место тоже неплохое, но мы знаем, что мы всегда первые. Всем спасибо большое организаторам. Владимир, для вас отдельное спасибо. Всем хорошего дня и с наступающего вас Нового года. Команда Ранхикса тоже расположились на второй строчке и поделили флешки, надеюсь, не пополам, а каждому достанется по флешке. Ранхикса, есть что сказать? Да, можем чуть-чуть сказать по обратной связи. Концепция хорошая. Конечно, жалко, что пришлось проводить это в онлайн, потому что реально куда бы интереснее, были живые эмоции и прочее. Плюс, когда в онлайне возникают некоторые сложности, то есть, как это, к примеру, произошло, когда вопросы нельзя было задавать другие, давать ответы на вопросы, когда уже две команды играют. Мы думали, что нельзя, при этом оказалось, что было в тот момент можно. То есть, вот такие вот моменты из-за того, что это все в онлайне. И, конечно, последний раунд, я не знаю, мне кажется, его можно было бы немного изменить, потому что, когда играет только одна команда, остальным участникам не может сидеть и не иметь возможности высказать какие-то свои ответы. Хотя вот моя команда, они очень много ответов уже знали, они пытались и все ждали, когда же уже у них будет возможность сказать. Но, в целом, перспективы для развития большие. Спасибо вам большое, Ахмат. Мы прислушаемся к вашему мнению. Действительно, мнение каждого участника важное для формирования уже следующих игр, потому что эта игра становится традиционной, и мы приглашаем команды для участия, и, конечно же, выслушиваем мнение участников. И Институт Российский технологический университет МИРА. Остались ли у нас представители МИРА? Не готов, да, наверное? Да, здравствуйте, здравствуйте, я снова здесь. Ну, все понравилось, все было на высшем уровне. Многие вопросы, во-первых, у нас не была сформирована команда, ну, как общее, что-то целое. Мы играли совместно с моим одногруппником, вот, и мы учимся на первом курсе, и к финансовой грамотности нас как-то не готовили, можно так сказать. Вот, ну, было все интересно, вопросы тоже интересные. На некоторые мы знали ответы, но не успевали отвечать, вот, на некоторые даже не знали. Михаил, ну, это может быть только поводом к взаимодействию, к совместной работе по повышению уровня финансовой грамотности. Ваш университет совместно с нашим университетом как площадкой реализации финансовых программ, мы готовы вам помогать, может быть, приглашать вас в качестве участников. Смотрите, мы сейчас располагаемся и вещаем в Центре опережающей профессиональной подготовки. Я думаю, вы все видели, где это находится, да? Аграрный университет, улица Ленина и большая вылезка на здании Центра опережающей профессиональной подготовки. Сюда вы можете прийти абсолютно, не учитесь в аграрном университете, даже если вы сейчас не являетесь студентом или являетесь им различного уровня, высшая профессиональная. Приходите сюда и на ресепшене вы можете ознакомиться со всеми компетенциями по опережающей профессиональной подготовке. Это финансы, это и технические, это и прототипирование. В общем, весь спектр, огромное количество именно тех компетенций, которые востребованы сейчас и в последующие годы. Все, что вы хотите наверстать или все, что вы хотите узнать, приходите сюда и получайте, осваивайте новые компетенции. Спасибо за приглашение, обязательно придем. Елена Николаевна, вам слово. Даже я удостоилась на самом деле. Друзья, мы, конечно, как организаторы данного мероприятия, очень переживали, как традиционная уже наша игра, третий год, будет проходить в дистанции. Вот кроме этой игры мы третью неделю на самом деле проводим мероприятие, но для студентов учебных заведений, системы среднего профессионального образования. Можете посмотреть, завтра, кстати, тоже финальная игра у нас будет, онлайн-марафона по финансовой грамотности. Поэтому я вас тоже приглашаю, присоединяйтесь в качестве зрителей для того, чтобы прокачать свои финансовые компетенции. Надеюсь, что что-то полезное вы для себя однозначно узнаете. К вопросу мы, слушая ваши комментарии, понимаем, что даже если вы не имеете финансового образования, и об этом Надежда Ивановна говорила в начале, и мы ставим именно перед собой такую задачу, что вот наши финансовые грамотности, они не ориентированы на экономистов, на финансистов. Они ориентированы именно для обычных граждан, для обычного молодого человека, проживающего на территории Ставропольского края, Российской Федерации в целом. Потому что каждому из нас рано или поздно придется принимать правильные финансовые решения. Как правильно оптимизировать свои расходы, какие дополнительные источники доходов вы можете получать. И вот наш лозунг краевой программы по повышению финансовой грамотности – это знания для жизни. И вот такие форматы, как один из вариантов продвижения финансовой грамотности среди современной молодежи, очень надеюсь, с Владимиром, при поддержке Министерства финансов Ставропольского края, помогут вам стать на голову, на ступенечку чуть-чуть выше, и будут однозначно приносить вам только успех. Всем спасибо большое, что было классно сегодня с вами работать. Спасибо. Ну что ж, уважаемые участники, каждому из вас еще раз спасибо. Мы вам, естественно, выйдем с вами на связь с представителями каждого учебного заведения. У нас есть номера телефонов капитанов, и постараемся в, может быть, обстановке наградить вас заслуженными вами подарками. Обязательно не переживайте, в скором времени, как пройдет ряд мероприятий, мы со всеми соберемся и наградим вас вашими дипломами, благодарностями, сертификатами и, конечно, которые вы заработали. Обязательно участвуйте в мероприятиях программы повышения финансовой грамотности, и будьте финансово грамотным. Грамотным – это Аграрный университет, это Центр опережающей профессиональной подготовки. Спасибо большое вам за участие. Спасибо вам. До свидания. До свидания. Спасибо, до свидания. До свидания.